Покупка семян из саженцев к дачному сезону – это лотерея. Как выбрать и не попасть в просаг, знают сотрудники Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Они ежедневно проверяют места продажи рассады и нередко выявляют контрафакт. Эта работа ведется обычно в весенний и осенний сезон. И вот с начала этого весеннего сезона, за апрель и май месяц 2018 года, было выявлено порядка 30 нарушений правил реализации посадочного материала. Как правило, реализацией нелегальной продукции, то есть сомнительного происхождения и без документов, занимаются частники. Крупные предприятия свою работу стараются сделать максимально открытой. В этот питомник посадочный материал поступает не только из других регионов, но даже из-за границы. Чтобы не было проблем ни с таможней, ни с надзорными ведомствами, все максимально открыто. Казалось бы, сложно. Кассовый аппарат сейчас вводится, учет, бирки. Отдельно взята эта процедура, она, конечно, затруднительная. Надо все промаркировать, подписать, придумать, чтобы оно на солнце стояло, чтобы полива не боялась. Потому что это может быть мартышкин труд. Но, с другой стороны, когда ты все это продумал, увидел и оптимизировал, начиная с той же кассы, штрих-кодирования, печати, этикеток, соответственно, маркировку. Один раз делаешь маркировку товара, и он тебе служит. Ну, собственно, до того момента либо реализуешь, либо он поменяет свои свойства, то есть будет пересаживать. Крупным питомникам мелкие продавцы контрафакта ничуть не мешают. Скорее даже наоборот. Потому что данный человек, приобретя какой-то посадочный материал у дороги, через какое-то время столкнется с тем, что этот материал будет непригоден, ну и рано или поздно придет, собственно говоря, к нам. Конечно, ехать в питомник не обязательно. Инспекторы Россельхознадзора рассказывают, качественные саженцы можно найти и на рынках. Главное – внимательнее отнестись к выбору. Саженцы не повреждены, нет механических повреждений или иных повреждений на них. Они имеют определенную высоту. Однолетние саженцы должны иметь высоту от 90 до 130 сантиметров. Двульхлетние саженцы должны иметь расстояние от корневой шейки до разветвления порядка 50-70 сантиметров. И, конечно, у продавца должна быть вся необходимая документация на его товар. Потребитель вправе ознакомиться с ней перед покупкой. А на каждом саженце – специальный ярлык. На этикетке должна быть информация о сорте растения, виде растения, производителе, госте, по которому произведены саженцы, и номере партии. Необдуманный и, как следствие, неправильный выбор может обернуться не только обманутыми ожиданиями и загубленным урожаем. Нередко несертифицированные саженцы оказываются зараженными. А это уже проблема посерьезней. Может быть занесены карантинные вредные организмы, которые, соответственно, будут ухудшать урожай, даже приводить к гибели растений. И на территорию, где будет обнаружен, например, такой организм, будет накладываться карантинная фотосанитарная зона. Соответственно, человек, который высадил себя, понесет определенные убытки, потому что будут проводиться мероприятия по уничтожению вредителя. Инспекторы Россельхознадзора активно выявляют теневых продавцов, но штраф за это составляет всего 500 рублей. И вскоре нелегалы снова возвращаются на свои излюбленные места торговли. Повлияют на них разве что потребители, если кошельком проголосуют за сертифицированные и качественные саженцы, которые к осени принесут своему владельцу не разочарование, а богатый урожай. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.